Всем привет! Меня зовут Варя, и тема сегодняшнего урока – кругосветное плавание Фернана Магеллана и значение эпохи Великих Географических Открытий. Мы начнем, пожалуй, с одного из главных достижений за период Великих Географических Открытий, а это первая кругосветная экспедиция. Совершил ее Фернан Магеллан. Кто же это был такой? Это, на самом деле, очень известный мореплаватель. Он знаменит не только этой кругосветкой. Он совершал очень много различных путешествий. Одни из них были, например, в Индию. Но в те времена в Индию, в принципе, уже путь был проложен. А вот весь земной шар обогнуть еще никому не удалось. И именно Фернан Магеллан, когда он получил определенное финансирование на подобную экспедицию, он совершил вот это вот великое достижение. На самом деле, там история достаточно грустная, потому что сам Магеллан не дожил до конца всего путешествия, потому что он был убит в стычке с туземцами на Филиппинских островах. Там поставлен сейчас памятник в честь как раз-таки его открытий. Но что поделать? Самое главное, что один из кораблей этой экспедиции все-таки дошел до конечной точки. Таким образом, было доказано, что Землю реально можно обогнуть морским путем. Давайте посмотрим на как раз его маршрут. Мы видим, что он поплыл по стандартной схеме через Атлантический океан, обогнул Южную Америку и затем попал в Тихий океан. И тут одно из главных открытий Магеллана. Он дал название Великому океану Тихий. Почему так произошло? Потому что в тот момент, когда он как раз-таки его проплывал, команда не застала ни один шторм, ни одну бурю. Поэтому океан решили назвать Тихий. Сейчас мы уже знаем, что это совершенно неправильно, потому что Тихий океан как раз-таки один из самых бурных океанов на нашей планете. И получается, что его название совершенно противоположное тому, действительно, какая там у нас будет вода. Помимо этого, еще одно из главных открытий – это Магелланов пролив. Магелланов пролив у нас разделяет остров Огненная Земля и материк Южная Америка. Вы можете его увидеть, он здесь на карте обозначен. То есть Магеллан первым прошел именно вот этим вот путем. Также на самом деле Магеллан, он просто положил начало тому, чтобы люди начали путешествовать по всему свету. Но, к сожалению, видите, судьба так распорядилась, что он не дожил до конца своей экспедиции. И потом уже появляется второй претендент на открытие второй кругосветной экспедиции – это Фрэнсис Дрейк. Фрэнсис Дрейк – это личность не очень однозначная в географии. Почему? Потому что, на самом деле, это был когда-то пират. Он грабил суда, занимался таким вот промыслом. И в итоге, когда его уже представили королеве, его поймали, его должны были казнить, он заключил с ней некую сделку, что он будет также грабить суда, но часть награбленного будет отправляться в королевскую казну. В те времена это оказалось слишком выгодной сделкой, поэтому, конечно же, его простили, ему дали вот такое вот разрешение, и он продолжал заниматься своим промыслом, но уже, можно сказать, частично с какими-то благими намерениями. Ему принадлежит вторая кругосветная экспедиция. По сути, можно увидеть, что он пропыл таким же путем, как и Фернан Магеллан. Единственное, что он у нас Южную Америку обогнул уже не по Магелланову проливу, а по проливу Дрейка, который впоследствии так и назовут. Это пролив, который разделяет уже остров Огненная Земля от Антарктиды. Это у нас будет еще и самый широкий пролив на Земле. Впоследствии мы сможем установить вот такое вот качество именно у этого пролива. Ну, как видите, путешествие тоже длилось несколько лет. Но, тем не менее, это была уже вторая кругосветка. Конечно же, после Фрэнсиса Дрейка кругосветки еще будут продолжаться. Но вот именно Дрейк и Магеллан, они такие были первооткрыватели именно такой кругосветной экспедиции. Какое же значение вообще эпоха великих географических открытий имеет для всей науки географии? На самом деле, это просто какие-то колоссальные изменения во всей науке, потому что были открыты новые части света, новые материки, новые проливы. Появились новые пути достижения каких-то определенных пунктов. Плюс не надо забывать о том, что во время вот этих всех путешествий велись активно записи, велись дневники. Именно оттуда добывалась дальнейшая информация. И, по сути, эта эпоха великих географических открытий, она положила начало масштабному исследованию нашей планеты. Ну, а что у нас происходило дальше, на этом открытия на самом деле не закончились. Мы с вами узнаем уже на следующем уроке. Спасибо за внимание. До встречи на следующем уроке.